Ежегодно 8 июля православные глубоко верующие люди отмечают День Семьи, Любви и Верности. Ведь в каждой религии есть примеры семейной верности и любви. Идея этого праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома в Российской Федерации, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии. Они покровители христианского брака. Их память совершается 8 июля. В жизни святых Петра и Февронии воплощаются черты, которые традиционны религии христианства. И их всегда связывали с идеалом супружества, а именно благочестия, взаимной любви и верности, совершение дел милосердия и попечения различных нуждах своих сограждан. Семья – это еще и очень важная социальная единица, которая находится под охраной закона любой уважающей себя страны, в том числе, конечно же, и Молдовы. Например, в этом году Российским Центром Науки и Культуры в Молдове в связи с этой датой были проведены торжественные мероприятия. Например, награждение памятными медалями за любовь и верность семейных пар, проживших в браке 20 и более лет. Затем в Кишиневском парке Дендрарий прошла развлекательная программа для детей и взрослых, которая включала в себя конкурсы с призами, кулинарные поединки и семейный квест. Также мастер-классы для всей семьи. Сегодня 8 июля в Кишиневе мероприятие по случаю Дня семьи и любви и верности – одного из самых прекрасных, добрых семейных праздников, которые отмечают в России и в многих других государствах. В России он отмечается 2008 года широко, хотя этот праздник имеет глубокие-глубокие корни. В Молдавии мы отмечаем его уже несколько лет. И сегодня, как и годами ранее, мы честовали семейные пары, которые прожили в браке более 25 лет и известные своими крепкими семейными узами, традициями, воспитали достойных детей и внуков. Таких пар в Кишиневе было 10. Это очень достойные люди. Более того, мы специально сделали этот праздник семейным по-настоящему. Вы видите, сколько тут детей, сколько здесь развлечений именно для детской аудитории. Сюда пришли люди полностью – и мама, и папа, с детишками, с дедушками, с бабушками. И, конечно, мы как организаторы довольны. Я надеюсь, что и люди, пришедшие на праздник, тоже останутся самыми лучшими воспоминаниями и впечатлениями. Много забав было подготовлено для детей, которых в течение всего праздника развлекали веселые аниматоры. Абсолютно все желающие могли угоститься вкусным мороженым от партнера мероприятия. Для этого просто необходимо было выложить фото в интернет с хэштегами «Семья, верность, белая береза». Какое мороженое любишь? Шоколадное или ванильное? Ванильное. Мне тут нравится и мороженое давать. Мне тут очень понравилось. Спасибо, Пасик. Программа в себя включала аквагрим, шоу поролоновое и мыльных пузырей и многое другое. Также участники мероприятия смогли поиграть в бадминтон, волейбол, футбол и бесплатно получить на память моментальную фотографию. Огромное спасибо организаторам за такой замечательный детский праздник. Не только дети в восторге, но и родители, и все взрослые. Еще раз огромное-огромное спасибо. Хочется отметить, что сегодня в День любви, семьи, верности очень на высоком уровне был организован праздник. Хочется поблагодарить организаторов за такую сказку. Не только дети окунулись в детство, но и их родители. Этому теплому празднику рады в любом доме. И с каждым годом День семьи, любви и верности становится все более популярным и в Молдове. Согласитесь, ведь это чудесно, когда семьи становятся крепче, преданнее и добрее. А супружеские пары живут в мире и согласии по несколько десятков лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова